Сегодня пятница, сейчас где-то 11 часов ночи. Ножка запыхался, я час, больше часа полтора иду, мне надо еще два часа пройти. Ой, час еще осталось идти до места. Видите, полярный день, как светло и красиво. Тут в этом лесу водятся лоси, кстати, много лосина помета встречается по пути Арсамаси, ну, со слов местных, и медведи. Вот, с последними я бы не хотел встречаться, поэтому иду и постукиваю по кастрюльке. Шумаров мало сегодня, сегодня погода такая, где-то плюс 8, наверное, но я вспотел. Сейчас такой аромат. Смотрите, какая природа здесь. Уже высокие деревья. Не как у нас в Мурманске, а в области сейчас. Так, в Кольском районе. Так, что еще рассказать? Главное дойти и встретиться с медведем. Ну, почему такое интересное, это спиленное дерево. Тут деревья пилят большие. Там встречал или, может, лесники спиливают больные деревья, или на дрова, а может, тропинки, типа, делают через болота проходы, или через ручьи. Не знаю, но идти мне еще и идти вперед. По стойке, как обычно, у меня с собой в руках сигнал охотника. Рибун лежит. Лежат два фальшфейера, потому что в этих местах точно есть медведь. Тут видели вот момент. Так, поэтому с ним встречаться... С ним шутки плохи, как говорится. Вот интересно, что я сюда планировал пойти. Я довольно-таки как-то отживал. Страшно. Ну, заходишь в лес, вообще никакого страха нет. Смотрите, какое большое толстое дерево. Сосна. Как-то страх куда-то пропадает. Мне кажется, что если даже попадется медведь, я начну отпугивать его. Ну, не могу сказать. Мне кажется, что я не испугаюсь. Но это мне кажется. На самом деле, мне будет довольно страшно. Вот здесь. Красота. Так, вот уже ручей из Курлевозерды. Я слышу ручей. Вон только здесь, около озера. Так, осталось мне немножко. Часик пути, может полтора, я на месте. Смотрите, какая красота и тишина. Рябь плещет, а берег просто великолепно. На меня лес это жизнь. Я не знаю, как без этого люди живут. Чтобы не ходить хотя бы раз в неделю. Я же не говорю о ночевке. Ночевка это не для каждого. Такой красивый камень. Я не могу выразиться с головами. Вон, птица какая-то кричит. Что-то мне сказал вам не то. Так, ладно, идти мне осталось на 15-20. Фу, я на месте. Всё, у меня на месте. Сколько сейчас? 12 часов, кажется, что посмотрю. Да, без 10-12. Сейчас я закину удочки, поем и спать. Ставлю палатку вон где-нибудь там внизу, ближе к озеру. Ну и залягу на сон. Всё, наверное. Ура, суббота, вечер. Погода замечательная. Солнце, ветер, тепло. Это озеро, оно, если смотреть, оно кажется небольшим. На самом деле, если на карте глянуть, оно такое длинное и как с изгибами. Похоже на крыло птиц. Чинг-лес. Явра называется, да. Такое название у неё. Сегодня один вообще никого не видел. А, не видел сегодня только двоих человек. Один просто шёл это озеро посмотреть, мимо проходил. Второй рыбак с сучкой прибежал. Также с озера я побежал обратно, не знаю, с собаками. И всё, одиночество моё продолжается. Сейчас где-то около девяти часов вечера. Поклёвки никакой. Одну рыбку поймал. Молуху, наверное. Ну, вчера соскочил. Ну, как я ловлю. Я удочку заброшу. И часа через два прихожу челюка менять. Всё. Как-то я не любитель сидеть, смотреть на плывок. Мне это особо не радует. Никто меня не съел пока. Живой. Вон там плывок торчит в воде. Рябь такая, если недолго смотреть. А потом на землю. Вот это уже стихло, когда надо побольше. А то земля, как бы, тоже начинает рыбриться. Вообще. Воскресное утро. Там берегу всё время кричит, кричит. Наивен постоянно. Ну, чё так замерз. Какой странный. Вот озеро. Два улица. Даже дочек был. Там еле-еле морозил. Так всё отлично. Сегодня уже домой иду. Софтри пойду. То есть у меня ещё побудись. Всё в шесть нет. Там... Такой здесь лес. Такой... Солокий деревень. Как у нас в Румынске. Ну, мышка пришлась. Вот, не так. Два дня прошли. Поросы, как мгновения. Налогил рыбу на ухи. Сейчас приду домой, приеду. Ну, чтоб через пять я буду дома. Да. Ухи сварём. Ну, небольшая порция будет. А то из кумжики. Всё, пойду. По пути, может что-нибудь сниму интересно. фотографируем то там кречет или берга тарет я же не помню называется называется птица ты много ну конечно пойду за морожка это уж слишком для меня хотя на бормы я хожу ехать примерно столько же на 100 или побольше да где-то где-то 40 пойду по своим местам так хотел он там нравится красиво так это конец озера там эти озера вон там все они друг другу спадают